Господа, если искали простую и удобную дебетовую карту, рекомендую вам Тинькофф Black. Это карта с идеальными условиями. 3,5% годовых, которые приходят вам на остаток по счету каждый месяц. 1% кэшбэка вообще с любых покупок. До 15% кэшбэка на выбранные вами категории, которые вы можете выбирать каждый месяц и менять их, какие хотите. До 20% кэшбэка на покупку билетов в кино, театры, концерты и прочее в приложении Тинькофф. И самое главное, весь этот кэшбэк приходит вам обратно не баллами, не какими-то коэффициентами, не деревянными, не фантиками, а самыми настоящими рублями, которые потом можно даже снять в банкомате. Кстати, можно снимать деньги в любых банкоматов, любых банков, любых стран мира без комиссии в пределах лимита. Также деньги можно переводить с карты на карту совершенно без комиссии в рамках лимита. Но если и этого вам мало, то есть специальное предложение только для тех, кто перейдет по ссылочке в описании и оформит карту. Он получит дополнительный 20% кэшбэк на покупку игр для Xbox, Steam, Origin, Playstation и еще и многих других. 15% кэшбэк на Яндекс.Еду и Деливери Клаб. Ну и давайте еще 10% кэшбэк на Google Play, Apple Store. Ну и давайте добавим еще Spotify. Так что, ребята, супер выгодное предложение, которое доступно вам только по ссылочкам в описании. Тинькофф Лэк. А, господа, здравствуйте! Сегодня быстро, коротко по делу Веста на столб. Все, как и вы хотели. Но, естественно, Весту хотелось выкроить подешевле, естественно, искали не с рынка, естественно, не хотелось отдавать огромных денег. Кстати, эта машина в 16-го года, да, 16-го уже, Серега? И в 16-м году она стоила в салоне 560 тысяч рублей. Как вы думаете, сколько она стоит сегодня? Да, блин, практически столько же, несмотря на то, что, кстати, у нее пробег 100-5000, казалось бы, всего, а может и не всего. Половина ее сгнило, то есть у нее гниет реально капот изнутри, она гниет по швам из-под герметика. Машина конченая просто. Серега сказал, что брать такую нельзя ни в коем случае, он эту покупку не одобряет. Хотя Сергей у нас подобрал уже много машин, и он знает, какие машины хорошие, подбирал нам и хорошие, и такие вот, как это вот. Но требование клиента, нам нужна самая дешевая машина, по крайней мере, в этом городе, чтобы не ехать далеко. Низ рынка, самая дешевая в России, сколько? Где-то около 350. 350! Но она уже на столбе была. 350, и это уже битая машина. У нас было основное ТЗ, что нам нужна весточка не битая, ну или, по крайней мере, не битая в столб. Погоди, а так отломается капот, если я вот так сделаю? Нет, прикинь, фары не выпали. Но это значит прикольно, то есть нам нужна, чтобы у нас была целая вот эта часть, чтобы у нас были живые пороги, чтобы у нас были живые двери, вот эта вся стойка, чтобы все это было. А мордочка здесь уже вся крашеная, то есть мордочка получала, хотя лонжи вроде стоят и так более-менее по рулетке друг на друга смотрят. Задняя часть тоже нас не интересовала, хотя она целая, но интересна нам, конечно же, силовая конструкция боковины. Она на месте, злых ДТП нет, а по отчету ДТП есть? Как говорится, зеленая автотека. А, зеленая автотека, то есть вообще булочка. То есть вся морда крашеная целиком там, все вот это менено, но... Все идеально, просто окрас морда и окраска лучше богатая. Ну, от пескоструила, так скажем, да, наверное, от пескоструила поездом морду, и, собственно, дальше машина продолжила путь. В общем, если вкратце, господа, безумных 380 тысяч рублей, и это, в принципе, в рынке. Да, она могла стоить 360, типа 350, но дешевле их просто на сегодняшний день не купить. Веста это дорого. Редко, когда я в таких случаях говорю, ну, лучше возьмите Гранту. Гранта за эти бабки будет реально живая. Это прямо вот летняя конченая резина на штампах в самой минимальной комплектации плюс магнитофон. Стыдно, но нужно, господа. Мы едем к столбу. Очень жесткая тачка, конечно. И главное, что самое обидное, на первом перекрестке, на первом же перекрестке у нас оторвался глушитель. Что за дичь вот это вот, а? Понтерецка нас преследует, кстати. Что, давай встанем? Я переживаю за мой задний ряду. А я за свой задний не переживаю. У меня его нет. Все нормально, братан. Вот это веселье. Короче, ну, по факту. В остальном мы имеем минимальную комплектацию. Естественно, палочка. Хотя мне очень нравится короткоходность, да, Никито? Ты тоже оценил. Прямо очень короткоходная. У нас есть два подогрева передних кресел. Левого и правого. Одноступенчатые, правда. Тут какой-то прикуриватель у нас спрятался, типа подстаканники. Здесь очень неудобный телефон, потому что когда разгоняешься, он сразу уезжает вот сюда, и здесь что-то падает. Ни подлокотников, ничего нет. Кандея у нас тоже нет. Самая обычная печка работает очень странно. В максимуме она прям, ну вот, не жарит. Она прям не жарит. А на улице 3 градуса тепла. Наша комфортная питерская зима. 3 градуса. Нельзя выставить, ну то есть как бы ты выбираешь из наборов. То есть вот так в рот ноги. Вот так вот, вернее, на лобаж в ноги. Вот так в рот ноги. То есть как-то, не знаю, непривычно. Хотелось бы по-другому. Кнопка отключения стабилизации самое главное. Отсечка 6000, даже не 6500. Очень хорошо держит дорогу. Нам повезло, что летняя резина. Прямо мы нормально дубасим. А у нас аннулированная регистрация, поэтому все в порядке. Едем просто по кайфу. Ну слушай, и она вне зависимости от скорости хорошо держит дорогу. Прямо всегда хорошо она ее держит. Просто мы везде успеваем. Вот это прямо, блин, тачка для Хасани. Вы не упрямо, для Хасана, да? Дикая. Ну-ка, АБС. Это... Держака маловато, я согласен. Прямо совсем маловато. Так. И брусья. Слушай, ну здесь такое ощущение, что шумку делали, как будто бы. Я не знаю, это завод, не завод. Блин, ты ссори туда, подвалившись. Ну да, потому что уже пытались. Нет, это похоже. Что-то типа около завода. Да походу нет брусьев. Не вижу. Стекло поднимем. Давай. Так. Ну-ка, давай. Да это все вот заколхожено уже. Это не заводская шумка. Ну какая-то там тряпка, шторы бабусины, опять же. Пошли в дело. Ой, ты смотри. Это мобиль, я надеюсь, все-таки. Да, это антикор. Короче, да нет, брусьев как таковых нету. Есть вот это усиление, вот это вот просто, чтобы не играла пенка. И все. Нет, ни брусьев, ничего там нет. Да, да, да. Тогда шансы понижаются, конечно, на столбик. Ну ладно, вся надежда на бабусин сервант. Ну почему вот так? Почему на первом перекрестке должно было вот это вот произойти? Ну что такое? Я бы хоть сегодня нормально поездил. Ну какая дичь. Сейчас, конечно же, мы этим занимаемся, но это бред. Просто смысл этим заниматься. Ладно. Главное, что нас интересует. Лонжероны. А они здесь, ребята, в достаточном количестве. Потому что кузов довольно-таки крепкий. Во-первых, порог еще идет с небольшим вот таким усилением. Очень сильно рифленая, формованная форма днища самого. Ну это как от вибронагрузки и для жесткости это сделано. Лонж. Хороший, прям крепкий лонж. У него не в очень в удачном месте стык, я бы сказал. Именно вот здесь, куда и прилетит. То есть, в принципе, он в этом месте может лонж-то и не сработать. Это раз. Ну и два, еще одно усиление кузова идет вот здесь. У которого уже стык перенесен сюда. То есть, видите, они не совпадают. Всего из этого вывод можно сделать, что кузов не самый слабенький, очевидно. Это, конечно, уже не девятка, не десятка и так далее. Но есть вот вопрос все-таки с этим стыком. То, что он именно в этом месте. Центральная стойка у нас здесь. Вот здесь центральная стойка. Вот сюда ровно, обычно сюда летит столб. Поэтому все это может совершенно нам не пригодиться. Ну, что ж, здорово. Но сам этот лонж, тем не менее, большой. Идет аж, в принципе, до ног пассажиров. Второе усиление тоже идет до ног пассажиров. Еще даже есть небольшая перемычка вот здесь. Видимо, это больше уловитель глушителя. Сам глушак, кстати, хомуты изгнили. Да, вот, ну, 4 года срок службы выхлопной системы получается. Пластиковый бак, задняя балка. Ну, тут никого ничем не удивишь. Никакой особой гнили по низу больше нет. Ну, все начало ржаветь. Начало ржаветь. Обратите внимание, как она начинает ржаветь. Из-под швов. Вот они швы. Все накладки, где есть два листа металла, соединяющиеся друг с другом, машина начинает гнить. Вы никак не можете на это повлиять. Сколько бы вы антикоры не делали, если машина начинает гнить внутри между листами с завода, то все, это хана. То есть это как в УАЗе. Где-то есть этот крокодил, который ходит по конвейеру и разбрызгивает ржавчину еще на неподготовленные листы. То есть покупая машину, вы уже покупаете заложенную в нее бомбу вот эту с гнилью, с ржавчиной. И никакими образами у этой машины был сделан антикор, все двери им запшиканы и так далее. Вот еще один шов. Вот здесь полезла ржа из-под шва, здесь из-под шва. Она вся лезет между листами. Безысходность. Просто конченая машина заранее уже на конвейере. Здесь аналогично. Все. Никак ты этому не можешь противостоять. Ты просто покупаешь машину, которую сразу тебе сделали неквалифицированные специалисты. Да. Но главная обида, это, конечно, ниши запаски. Потому что всегда под нищей вы можете сказать, ну, братан, там была соль, там какие-то камни, удары, поэтому, ну, возможно, машина таксовала, поэтому она пошла гнить. Но ниши запаски, здесь все внутри было, здесь не было соли. Кстати, это вот заводской шов. Он не битая в это место машина, не было ДТП в заднюю часть. И из-под герметика по шву идет ржавчина. Она оттуда лезет. Все. Машина начинает гнить ровно в том же месте, когда два листа металла соединяются, даже сверху их замазали. А нож через герметоз уже, ржавчина лезет оттуда. Все. И в этом месте никто ничего не делал. Здесь было сухо. Здесь не было соли. И все равно оно гниет даже внутрь. Ну, в этот момент все, руки опускаются. Это уже точно настолько. И Радик плачет, плачет. Со столбом разлучили. И Радик плачет, плачет. Время покатать. Между нами Ашан. Снова ты попадаешь. Кольство остается там. Дректи им, брат. Я просто трачу свой бенз. Я просто трачу свой бенз. Трачу свой бенз на тебя. Время покатать. Между нами Ашан. Столб ты попадаешь. Кольство остается там. Дректи им, брат. Я просто трачу свой бенз. Я просто трачу свой бенз. Трачу свой бенз на тебя. Пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау. Столб ты попадаешь. Кольство остается там. Дректи им, брат. Па-па-пау-пау-пау-пау-пау. Столб ты попадаешь. Кольство остается там. Дректи им, брат. И я без корча. Без корча, как без тебя. Буду без корча. Ла-ла-ла-ла-ла. Не надо. Давайте немного расскажу вам, как у нас тут все устроено. И мы пытаемся уже в очередной раз решить нашу многократную проблему в том, что мы не можем толком понять, с какой скоростью в столб врезается машина. Да, мы косвенно это понимаем по показаниям спидометра на тягаче. Мы косвенно это понимаем по каким-то обрывкам видосов, которые успеют сохраниться с машины. Но так бывает не всегда. Значит, в этот раз у нас есть другой прибор для измерения скорости. Его отличительная особенность является в том, это тот же Dragon, тот же производитель. Но он с особенной прошивкой, он запоминает максималку и хранит ее в себе. Это раз. Два. В нем есть карточка памяти SD, куда он также логирует эти показания. То есть мы имеем много способов вытащить эту максимальную скорость. Но он закреплен так, и это абсолютно нормально. Мы уже из опыта поняли, что RaceLogic не отлетает при ударе никуда. Он просто упирается сюда в спинку. От Powerbank он здесь работает. С другой стороны, у нас на стеклах есть две камеры. Одна GoPro стоит здесь, которая смотрит, опять же, только на прибор Dragon, который меряет скорость, чтобы у вас были эти цифры горящие. Но никакой гарантии нет, потому что при ударе бьет запись. То есть у вас есть исходник, вы камеру сами останавливаете после ДТП, после столба. Она пишет. Но файл записи битый. Его просмотреть невозможно. От него есть первые 30 секунд, дальше идет звук. Звук есть, картинки нет. И мы не знаем до конца, как это победить. Мы пробовали камеры заворачивать. Причем, если камера вылетает из машины при ударе, как правило, запись сохраняется. Если камера остается на машине, видимо, момент удара, вот эта большая энергия, там электроника идет лесом. Я не знаю, что уж там смещается, но не записывает. Еще одна GoPro, у нас пишет здесь, все это в слоумо, все это в 200 кадров. И она смотрит ровно на дверь, в том месте, где должен входить столб. До сих пор, ни разу у нас не получилось сделать так, чтобы камера сняла, как входит столб. С Каеном, камера здесь устояла и уцелела, но запись была битая. Во всех остальных случаях, камера, если стоит на присоске, ее от удара сворачивает вниз, она снимает пол в момент удара, то есть начало удара, дальше в пол, или вылетает из салона. Сам процесс слоумо, когда вот так столб входит в салон, до сих пор снять не удалось. И третья камера у нас стоит на столбе. Вот сейчас я ее поставлю, видите, вот там вдалеке, видно, вот сейчас раскладывается экскаватор, я на ковше поднимусь и поставлю эту камеру, как обычно, она тоже часто бьет запись от удара о землю в конце. Плюс у нас сегодня есть три коптера, но самое главное, самое главное, то есть все эти ракурсы, вы все уже видели, мы просто хотим точно знать с какой скоростью машина врезается столб. Получилось пока это только один раз, когда эта камера все-таки записала и показала, и были последние кадры, на которых было видно, с какой цифрой, какая последняя цифра была на Дрэгоне, как мы его называем, Ящер-Лоджик. В общем, ребят, сегодня, а, и нет, и дополнительно в этот раз, дополнительно в этот раз у нас вот здесь, в пупырчатой специальной пленке в этих вот в релаксе еще лежит мобильный телефон, на котором также запущен логер, то есть программа, которая хранит памяти, максимальную скорость, пройденное расстояние и так далее. То есть у нас сегодня три прибора для фиксирования максимальной скорости. Мы крайне мотивированы на то, что все-таки мы ее сегодня узнаем, все-таки она будет хорошей, рельсы удлинены, и это компенсирует гололед. Мы надеемся на результат. Веста, прости, тебе пора. Итак, тот самый ободлительный момент. Там уже у ребят почти все камеры идут, коптеры в воздухе. Значит, первым делом мы заводим машину. Скотч. Мы заводим тачку. Все отлично. Печку на всякий случай можно уже убавить. Все работает. Втыкаем, наверное, какую-нибудь вторую передачу. Да. 20 км в час. Мало. Давайте третью. 25 км в час, да? Ручник можно отпустить, чтобы он ее не беспокоил. Четвертая передача на холостых и 30 км в час. Это есть. Дальше моторим камеры. Вот так это выглядит. С этой стороны подтирают тормоза. Ну и вот так это выглядит уверенно здесь. Так, все. Эта камера пошла. Вторая камера пошла. Это там пишет. Проверяем. Вот они там, секундочки, побежали. Все, удачи нам всем. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Что-то медленно было, да? Прям совсем медленно было. Просто интересно, сколько. Так, она заглохла. Она сама включила аварийку. Что-то на вскидку было типа 40, наверное, вообще. Меньше даже, да? Медленно. Медленно, медленно было. Зажало гудок. Ой, подушки стрельнули обе. Надо же. Надо же. Ну-ка, стопим. Скорость, 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 скорость. Отличная операция. Требуется помощь. 39. Нет, не требуется. Все в порядке. Спасибо. А точно помощь не требуется? Точно не требуется. Здесь все контролируемое. Все живые и целые. Машина. А требуется помощь, чтобы нажать на кнопку. Конечно, понял вас. Спасибо. Но все в порядке. Конечно, всего доброго. Всего доброго. 39, как и предполагалось. Да, 39 максималка. Я прям угадал. 40. Ну, 39. Не разогналась она. Но, слушай. На самом деле сложно сказать 39. Реально, самая маленькая скорость, наверное, со всего была. Самая медленная. Все остальные быстрее заходили. У нас было и 47, и за полтос переваливало, по-моему. По виду прям вообще нормально. Прямо, ну, пассажир понятно, что водитель там в ауте. Клаксон зажало. Полностью. Ну, как бы его выключить-то не... Да. Вот его подушкой зажало. Потому что рулевое колесо само заклинило. А-а-а-а-ть! Все. Вот так гудеть не будет. Наса ракет, прям медленно, да? Ну, вообще, прямо так, спокойно шла. Она сама вызвала глонасс. Причем, поскольку у меня девушка много раз переспрашивала, точно не нужна помощь? Все ли в порядке? Походу, еще отправились данные, что сработали подушки. Потому что, ну, мы часто нажимаем глонасс в разных машинах. Это обычно, ну, ладно, пока. А здесь прямо, вы уверены? Вы прямо в адеквате все, да? У вас все в порядке? Ну, столб зашел, ну, прям сиденье подвинуло. Да, правое, понятно. Вся геометрия ушла. 39 километров в час. Но медленно, нужно 60. Прямо нужно 60. С 60 будет фарш, я уверен. Потому что даже если с 40 вот так крышу погнуло, так же крышу гнуло у Соляриса примерно. Но Солярис шел быстрее. Там был, наверное, полтоста минимум там был. А 40 и 50, это разница уже очень ощутимая. Но, как мы и говорили, брусьев в дверях нет. Мы сейчас ее обязательно поднимем экскаватором. Посмотрим, что с лонжероном, вот тем столом, который соединяется ровно по линии столба. Очень интересно. Ну, а для 40 километров в час, как бы, да. Смотри, двери можно закрыть даже. Даже стропы не порвало, да. Ну, двери, нет, двери не закрыть. Не-не, медленно она въехала. 40, наверное, это самое медленное из тех, что было. Ну, такая погода, не зацепиться. То есть надо переносить тесты на что-то уже точно, чтобы держак был. С ракетом, мне кажется, и УАЗик бы там тоже бы и не чихнул. Прям, который вроде как небезопасный. Мне очень не нравится, что вот по крыше. Надо посмотреть, что с мотором. Так, 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 так. Она просто оторвалась внутри. Где внутри оторвалась? Видишь, от усилия ее просто оторвало. То есть у нее... А, у нее морда пошла отдельно. Вот ими что-то по стойке. Но это не оторвало, это пошло мять. Как бы. Но глобально мотор, походу, на месте. То есть он на подушках. А, или это так и должно быть. Нет, это так и на... Ну, подушку подмяло чуть-чуть. Она в натяжении стоит. Он видно, как ее чуть-чуть пытается вывернуть. Нижнюю часть, фокус, не знаю, поймает это или нет. Но, в общем, вот, ее пытается вывернуть. Это ладно. Но глобально. Глобально в разике ничего не уперлось. Все на месте. Заглохла она сама по себе. Чуть-чуть идет смещение, но это мелочи. Ну, это есть. Патрубок порвало вот это чуть-чуть. Можно на трассу вставать. Акум на месте. Можно вставать, да, ты прав. Ничего не течет. Не порвало. Ну, на переднем приводе это нормально в целом. В общем, глобально она поднапряглась, но не разобралась на части. Так, смотрите, выдержал замок. Пошло расшивать дверь, но замок чуть-чуть выдержал. Но, опять же, 40 км в час. Видите, здесь должно было быть все в порядке. Пошло вытаскивать замок задней двери из кузова даже. То есть, насколько напряжение по всему кузову пошло передаваться. Естественно. Сидения стоят у нас вот так. Вот так они стоят относительно оси. Это сидение, причем, пошло выламывать правым боком наверх. Это, кстати, впервые, наверное, да? Все время сидение просто двигало. А здесь пошло его еще ломать сюда. Вот это интересно. Ну и загнуло, я бы его сказал, все-таки, конечно, хорошо. Для 40 км в час это не очень. И очень мягкая, видишь, верхняя стойка, как сюда, ее прямо запетушило. Так-то печальненько вроде, да, Никита? Что-то скажешь, для 40 км. Видали мы виды? Мы обычно примерно то же самое видим, только типа с 47 км, с 50 км. А тут уже каждый лишний километр, ну, он дает очень много по энергии дополнительные удары. А здесь 39 км, и вот так все. В общем, осталось только снизу посмотреть, и можно делать какие-никакие выводы. Сейчас, как подборщики обычно смотрят тачки, да? Вот это вот. Да рви, 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 все нормально. Да. Почему здесь-то порвало или что? Антикоразийка. Антикор есть, да, смотри, все пошло. Вот это и вот. Вот это все мяло. О, как. Складки. Нет, швы на месте, видишь, не порвало. Но почему такая вмятина на крыле получилась? Это просто шок. Почему вот это крыло вот так помяло? Что в него могло прилететь? Вот здесь, вот, вот что. Серег, вот мы про что. Смотри. Смотри, вот здесь, она здесь и здесь. Да, вмятина здесь и здесь. То есть весь кузов прямо... Нет, замок рвать пошло? Думаешь, от замка пошло тянуть? Да, она подтянула, и, соответственно, я не знаю, туда-сюда сыграла. Очень неожиданно. По этой стороне такого ничего нет. Кузов рандомно пытается куда-то смеяться. Но так, так вроде норм. Кузов рандомно пытается куда-то смеяться. Все, вот так, нормально. Сань, мне просто лонжерон посмотреть. Смотри, походу я угадал. Я реально угадал. Ты посмотри. Я ведь угадал на 200%. Ты посмотри, где порвал лонж. Помнишь, Никитос, мы про это говорили? Ровно в месте, где стык лонжерона из двух запчастей. Ровно в этом месте его и поломало. Если бы этот стык был перенесен сюда, или лонжерон, если был бы цельный, было бы гораздо лучше. Я угадал, капец, я инженер, мама. Это было не зря. Ровно. Вот видите, с той стороны, вот у дальнего лонжера стык есть. И мы еще когда были на эстакаде, я сказал, что это очень нездоровая ерунда, что стык здесь. Да, они развели вот этот стык и этот стык, но ровно по нему заломало. Причем столб пришелся удар сюда. То есть удар столба был неровно в стык, но ровно тут его заломило. Короче, надо менять схему лонжей. И лонж должен быть или цельный, или стык лонжа должен быть с большим запуском листов друг друга, скорее всего, чтобы удержал. Потому что это место, очевидно, было слабое даже мне. Даже мне, никому вообще, человеку, никакого образования не имеющий, сразу подумал, походу будет шляпа. Так и произошло. И все, основная проблема в этом пэта, что можно сделать порог толще и так далее. Причем, смотри, забавно, что порог здесь помяло, да, как пошло весь кузов прям вытаращивать. Ну, дверь здесь порвало, да, так ее порвало, потому что, ну, ее сгибать стало. Вот она в этом месте, вот в этой, в углу, вот здесь. Здесь тоже же порог пострадал, тут пошло все выковыривать, там замок выгнуло. Короче, да, ребята. То есть, получается, это недочет, это все-таки проектирование. Дело даже не в металле или в чем-то. Ну, вот эти швы все отошли, то есть, видите, все, как мы говорили, все стыки металла, из-под которых шла ржавчина. А почему ржавчина может идти? Даже и металл хороший. Но если кузов слабоват и листы ходят, они в этом месте тереться начинают, тут и ржавчина ползет. Возможно, из-за этого все было. Можно сказать, что она криво сделана. На самом деле, криво спроектирована даже. Потому что вот это прямо вот-вот, что погубило все. Где? Вот оно, вот, вот именно это. Вот почему я это знал? Обидно, что это знал я, но не инженеры, а автоваза, люди, ученые, там много лет сидят, все это знают. Но не знают они этого. Почему? Это разве такой сложный тест? Почему Костик с деревни просто взял это, сделал и сразу сказал, что будет так и так и было? Почему я знаю, как она поведет себя при ударе до удара, а вы нет? Кто вы? Зачем вы там сидите? Уходите. Из-за вас умирают люди. А, ну и безусловно, мы должны поздравить нового владельца этого автомобиля, Саш. Быстро не гоняй. Сам понимаешь, машинка, подушки уже стреляны. Уже улыбка, братья взлетела. Так выглядит счастливый обладатель новенькой Лады Веста. Ни разу не крашенная, не битая. Спасибо, АвтоВАЗ. Всего 39 км в час. А последствия такие, какие мы с вами уже видели и не раз. Простите за каламбур, но только видели мы их куда с больших скоростей. Объективно, все, кто был на тесте, сказали, что, наверное, это самая маленькая скорость из той, что удавалось набрать. То, что мы переваливали и полтинник в свое время, и зафиксированные, по-моему, 47 или 49 км в час были на видео, это однозначно. То есть она реально ехала медленно, но при этом завинтила ее хорошо. Причем видно, что кузов глобально весь пытается этому сопротивляться. Потому что задняя дверь вырывает свои петли, кузов весь как-то изошелся бананом. То есть, значит, он внутри весь связан. Знаете, нет такой штуки, как которая была в УАЗике. Когда полуазика загнуло, а та половина даже в зазорах. То есть вот такого, конечно, фарша нет. Да, кузов из себя представляет единое целое, которое действительно пытается бороться с этим. О том, что у нас непонятные вмятины на крыле выскочили. Значит, что есть некая силовая конструкция, которая что-то хочет сохранить в целости. Но у нее это не получается. Прежде из-за того, что абсолютно не сработал лонжерон основной, а это жесткость кузова прямая, и он сломался просто как карандаш вообще. Во-вторых, я уже даже не знаю, о чем и говорить. Возможно, мало железа в порогах. Возможно. Очень слабая верхняя стойка. Мы с вами видели на примере того же Каена, насколько была злая вот эта верхняя поперечина. Когда в замедлении было видно, что порог-то столбом вроде подмяло, а когда пошло верхом до столба касаться, то тут столбы завалило. Потому что здесь тоже была силовая часть у Каена, по крайней мере. И верхняя часть сопротивлялась, ну, очень сильно. Здесь она, конечно же, никак не сопротивляется. Верхняя часть носит номинальную функцию защиты вас от дождя. Брусья в дверях также нет. Мы это установили с вами. То, что там с два пальца косыночка стоит, чтобы металл не играл. Ну да, здорово, что-то оно осуществляет. Но глобально это не помогло. Из позитивных моментов, безусловно, мне очень понравилось, что сработал Глонас. И то, что явно Глонас получил какие-то исчерпывающие данные об этом ДТП, потому что мы звоним в него, этот Глонас, с каждой машиной, которая попадается к нам на тест. И никогда нас никто не переспрашивал, вы уверены, что все в порядке? Точно у вас все в порядке? Нет пострадавших? То есть, прям, видимо, там на картине нарисовано, ну, прямо совсем мертвяк, что, видимо, стрельнули подушки, видимо, перегрузка. Это первый раз, когда у нас стрельнули фронтальные подушки. Зачем? Кого хотели спасти фронтальные подушки при боковом ударе? Зачем им выстрелить при боковом ударе? Чтобы тебя плющило и здесь, и здесь. То есть, прям, вообще, это бессмысленно. Есть предположение, что датчик подушек безопасности работает, он стоит не в бампере, а стоит какой-то единый и срабатывает по перегрузке. Таким образом, что получается? Я могу стоять в лисофоре, мне въехали в зад, и у меня стрельнули подушки. Типа, зачем? Что происходит? Кому это надо? Не ясно, не ясно, зачем фронтальные подушки при боковом ударе? В общем, в целом, как вы поняли, вопросов больше, чем могло показаться при такого вида тестах. Мы разбивали разные машины, да. Это, конечно, это странно. Для машины, которая сделана в середине десятых годов, которая уже должна была впитать в себя все возможные технологии, да, даже и бюджетном сегменте, но мы можем сравнить, опять же, с тем же Solaris, который мы будем повторно бить столб, скорость там явно будет больше, потому что мы решили, что следующие тесты у нас будут, когда сойдет снег, когда будет зацеп, чтобы снова не рисковать, и снова не было этой маленькой скорости. Но что-то мне подсказывает, что тот же корейский автопром с 40 км в час, ну, будет немного лучше, по крайней мере, нам так кажется. Возможно, мы не правы, проверим это через пару месяцев. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео. Надеюсь, вы сделали для себя те выводы, которые хотели. Удачи вам и пока! Субтитры сделал DimaTorzok